О Генри Поединок Боги-олимпийцы, подкрепляясь с нектаром и выглядывая из-за гребни своей горы, видят разницу между городами. Казалось бы, что все города должны представляться им только большими или маленькими муравейниками, без каких бы то ни было индивидуальных различий. Но это не так. Изучать привычки муравьев с такой высоты вряд ли очень интересно, особенно когда можно наслаждаться напитком, который, если верить мифологии, составляет единственную отраду обитателей Олимпа. Но им, очевидно, нравится сравнивать между собой города и деревни, и для них, как может быть и для многих смертных, не будет новости, что в одном отношении Нью-Йорк стоит особняком среди всех городов мира. Это и будет темой маленького рассказа, посвященного мужчине, который сидит и курит, положив ноги в домашних туфлях на другой стул, и женщине, которой хватает журналов, улучив минуту, когда кипящие на плите овощи или усыпленный наркотиками младенец не требует ее внимания. С такими, как они. Я люблю сидеть на земле. Печальные рассказывая были о том, как умирают короли. Нью-Йорк населяют четыре миллиона таинственных чужестранцев. Они попали сюда разными путями и по разным причинам. Гендрик Гудзон, школы живописи, овощные рынки, аист, ежегодный съезд портных, пенсильванская железная дорога, жажда наживы, сцена, дешевый экскурсионный тариф, мозги, брачная газета, тяжелые ботинки, чистолюбие, товарные поезда — все это принимало участие в создании населения Нью-Йорка. Но всякий, кто впервые ступает на улицы Манхэттена, должен дать бой. Он должен дать бой немедленно и драться до тех пор, пока либо он, либо его противник не одержит победы. Тут нет отдыха между раундами, потому что никаких раундов нет. Тут сразу пускаются в ход кулаки — это бой на результат. Ваш противник — город. Вы должны биться с ним с той минуты, как паром спустил вас на берег, и либо завоевать его, либо стать его рабом. И совершенно все равно, миллион ли у вас в кармане, или только сумма, достаточная для оплаты недельного счета в гостинице. Бой должен решить, сделали ли вы нью-йоркцем или превратились в последнейшего из чужеземцев и провинциалов. Другого выбора нет. Остаться нейтральным — нельзя. Нужно быть за или против, влюбленным или врагом, закатычным другом или отверженным, и город умеет бороться. Он старается скрушить вас не только ударами, он притягивает вас к своему сердцу с коварством сирены. Этот город — комбинация из Далилы, зеленого шартвеза, Бетховена, хлорал-гидрата и Джона-Элл, в лучшую его пору. В других городах вы можете странствовать или жить чужаком, сколько вам угодно. Вы можете прожить в Чикаго до глубокой старости и числиться в списках его граждан, и все-таки воспевать бобы, если вас вскормил Бостон, и никто вам ничего не скажет. Вы можете стать столпом общества в любом другом городе и издеваться над его зданиями, сравнивая их со старинным домом полковника Телфера в Джексоне, штат Миссури, где вы родились, и никто вас не тронет. Но в Нью-Йорке вы должны быть или нью-йоркцем, или варваром, вторгшимся в эту современную трою и прячущимся в деревянном коне своего надутого провинциализма. И все это унылое предисловие нужно было лишь для того, чтобы представить вам двух скромных молодых людей — Уильяма и Джека. Они вместе приехали с запада, где были друзьями, они приехали, чтобы отыскать в этом большом городе свое счастье. Папаша Никкербоккер встретил их на пристани и двинул одного правой рукой в переносицу, а другого — левой по скуле, дав им таким образом понять, что бой начался. Уильяма влекла деловая карьера, а Джека — искусство. Оба были молоды и чистолюбивы. Они ответили ударом на удар и сжали кулаки. Кажется, они были из Небраски, а, может быть, Миссури или Миннесоты. Во всяком случае, они жаждали успеха и борьбы, и денег, и они сцепились с городом, как два лохи-нвара, вооруженных кастетами и протекцией в городском управлении. Через четыре года Уильям и Джек встретились за завтраком. Деловой человек ворвался в ресторан, как мартовский ветер, бросил свой цилиндр лакею, упал в пододвинутое ему кресло, схватил меню и заказал все, кроме сыра, прежде чем художник успел кивнуть головой. Глаза художника засветились насмешливой улыбкой. — Биллис, — сказал он, — ты погиб. — Город поглотил тебя. Он перекроил тебя на свой образец и поставил на тебя свою печать. Ты так похож на десять тысяч человек, которых я встретил сегодня, что отличить тебя можно только по меткам, которые делают в прачечной на твоем белье. — И, командер, — закончил Уильям, — в чем дело? — А, ты все еще громишь, Нью-Йорк. Ничего, мне этот старый шумий городок над подземкой очень подходит. Он мне дает то, что мне нужно. Я сам раньше думал, что запад от весь мир. Я орал до хрипоты о наших небозримых просторах и издевался над мелкими камевыми жорами с востока. Но тогда я еще не знал Нью-Йорка, Джек. Я за Нью-Йорк от подземки до крыш небоскребов. Теперь запад для меня, шестая авеню. Ты слышал, кстати, этого малого Крузо? Я бы его сослал под лица на необитаемый остров, да жена заставила меня пойти. Нет, мне подавай на Ирвинг и Уилларда. — Бедный Билли, — сказал художник, закуривая папироску, — помнишь, как ты по дороге сюда говорил об этом великом волшебном городе, и как мы собирались покорить его и даже мысль не допускали, чтобы он когда-нибудь взял верх над нами? Мы клялись, что навсегда останемся таким, кем и есть, и не позволим городу одолеть нас. Город победил тебя, приятель. Ты превратился из мустанга в ломовую лошадь. — Я не вижу, собственно, в чем дело, — сказал Уильям. — Да, я не ношу теперь в парадных случаях жизни куртку из-за альпака с голубыми штанами и полозатой жилеткой. Ха, ты говоришь, что город перекроил меня на свой образец. Что ж, образец разве плох? По-моему, все другие так называемые большие города — жалкие полустанки по сравнению с Йорком. Чикаго, Сен-Джой, Париж, Франция. Просто остановки, помеченные звездочкой. Поезд на них останавливается в неделю раз и то, только если помахать ему флажком. Я полюбил этот городишко, эту стоп-машину на Гудзоне. Тут ничего никогда не стоит на месте. Я зарабатываю восемь тысяч долларов в продаже автоматических насосов и живу как принц. Вчера, например, меня познакомили с Джоном Гейтсом. Я катался на автомобиле с сестрой одного комиссионера по винной части. Я видел, как трамвай переехал двух человек, а вечером смотрел в театре Эдну Мэй. Толкуй о Западе! Я тут недавно ночью разбудил криком весь дом. Мне приснилось, что я иду по деревянному тротуару в Ошкоше. Что ты имеешь против этого города, Джек? Мне в нем только одна вещь не нравится — это паром. Художник мечтательно смотрел на обои. «Этот город вампир», — сказал он, — «вампир, сосущий кровь страны. Если хочешь, это даже не вампир, а кровожадный идол, молох, чудовище, которому красота, невинность и гений страны платят дань. Приезжая сюда, все мы принимаем вызов на поединок. Каждого новичка ждет схватка с этим левиафаном. Ты погиб, Билли. А меня он не победит никогда. Я ненавижу его, как можно ненавидеть только грех или заразу, или работу иллюстратора в десятицентовых журналах. Я презираю самое его величие и могущество. Ни в каком другом городе я не видел таких бедных миллионеров, таких мелких великих людей, таких надменных нищих, таких пошлых красавиц, таких низких небоскребов, таких скучных развлечений. Тебя он поймал, старина. Я же никогда не побегу за его колесницей. Он покрыт глянцем, как воротничок из китайской прачечной. Я мог бы примириться с городом, которым правит богатство, с городом, которым правит аристократия. Но здесь у власти стоят самые темные, гнусные элементы. Это грубость, претендующая на высокую культурность. Это низость, утверждающая свое могущество. Это узость, отрицающая все чужие ценности и добродетели. Дай мне чистый воздух и открытое сердце Запада. Если б я мог, я бы завтра же туда уехал. — Тебе не нравится этот филе-миньон? — сказал видим. — Брось! Что толку в том, что ты ругаешь город? Город отличный, от Гаррисберга до Салуна Томмио Кифа в Сакраменто. Я нигде не мог бы продать ни одного автоматического насоса, а здесь я их продаю по двадцать штук в день. Ты видел Сару Бернар в Андрюмаке? — Город погубил тебя, Билли, — сказал Джек. — Ладно, — сказал видим. — В будущем году я покупаю себе домик на озере Ронконкома. В полночь Джек открыл в своей комнате окно и подсел к нему. Оттого, что он увидел, у него захватило дыхание, хотя он видел все это уже много раз. Далеко внизу лежал город, фантастический пурпурный сон. Неравной высоты и формы дома были, как изломанное очертание скал, окаймляющие глубокие капризные потоки. Одни напоминали горы, другие выстраивались длинными ровными рядами, как базальтовые стены пустых каньонов. Таков был фон чудесного, жестокого, ошеломляющего, волшебного, рокового, великого города. Но в этот фон были врезаны мириады блестящих параллелограммов и кругов и квадратов, через которые и струился свет разных цветов, и из этой пурпурной и фиолетовой глубины возникали, как душа города, до звуки и запахи и трепеты, из которых слагается его жизнь. Поднималось дыхание необузданного веселья, любви и ненависти, и всех страстей, какие ведомы человеку. Там, внизу, лежало все доброе и все злое, что можно собрать с четырех концов земли, чтобы просветить, обрадовать, увлечь, обогатить, отнять последнее, возвысить, бросить в грязь, насытить или убить. Так аромат и вкус города поднялся к Джеку и проник в его кровь. Раздался стук в дверь. Джеку принесли телеграмму, она пришла с запада, и текст ее гласил — возвращайся домой. Я согласна, Долли. Он заставил мальчика подождать десять минут, а потом написал ответ — сейчас приехать не могу. Потом опять сел у окна, и город снова поднес к его устам чашу мандрагеры. В общем, это даже не рассказ. Но мне захотелось узнать, который из моих героев победил в борьбе с городом. А поэтому я пошел к одному очень ученому, своему другу, и изложил ему обстоятельства этого дела. Вот что он сказал. Не надоедайте мне, пожалуйста. Мне надо идти покупать рождественские подарки. Тем дело и кончилось. И вам уж придется решать самим.